Кейди Лэнг, полное имя звучит как Кэтрин Даун Лэнг, родилась 2 ноября 1961 года в Эдмонтоне, Альберта. Она выросла в канадских прериях в семье Одри и Фреда Лэнгов с двумя сестрами и братом. После завершения школы Кэтрин поступила в Red Deer College, где впервые увлеклась музыкой и решила начать карьеру профессиональной певицы. Немалое влияние на нее в этом оказала Пэтти Клайн, в честь которой Кейди Лэнг основала группу-трибьют под названием Recliance в 1983 году. Коллектив даже выпустил дебютный альбом Friday Dance Promenade. Позже, выступая на просторах Канады, Лэнг сделала еще несколько записей, которые получили положительные отзывы критиков и принесли ей награду Juno Award в 1985 году как самые многообещающие вокалистки. В результате певица получила всего 8 наград под маркой Juno Awards. В 1986 году певица подписала контракт с американским продюсером в Nashville и получила негативные отзывы на альбом 1987 года Angel with the Lariat, который продюсировал Дэйв Эдмонт. Впервые Кейди Лэнг удалось привлечь внимание американской публики во время ее тура с Роем Орбинзоном, в рамках которого она выступала в роли одной из трех бэк-вокалистов. Ее карьера пошла вверх, когда Орбинзон выбрал именно ее для записи дуэтом классической песни Crying, коллаборацией, которая принесла ему Грэмми за лучший дуэт кантри-вокалистов в 1989. В 1988 году Лэнг выпускает альбом Shadowland. В этом же году она удостаивается и чести исполнить Turn Me Around на церемонии закрытия 15-х зимних Олимпийских игр в Келгари, а чуть позже принимает участие в телевизионном шоу Орбинзона Рой Орбинзон and Friends A Black and White Knight и в рождественском шоу исполнив Jingle Bell Rock. 1989 год стал знаковым для певицы в этом году, но получила одну из величайших наград – American Music Award за пластинку Absolute Touch and Twang. Один из синглов Full Moon Full of Love стал популярным хитом в Америке летом этого года, а также номером один в чартах Канады. Следующий альбом Ingenue 1992 года содержал более зрелый поп-материал с небольшим влиянием кантри и вобрал в себя наиболее известные песни Лэнг, в том числе и суперхит Constant Craving. Эта песня принесла им многомиллионные продажи и Грэмми за лучший женский поп-вокал. Позже Лэнг создала множество песен-саундтреков к известным фильмам, в том числе финальную песню к фильму о Джеймсе Бонде 1997 года. В этом же году вышел легендарный альбом Лэнг под названием «Драг», буклет которого содержал фотографии певицы в мужском костюме. В целом же в пластинке прослеживалось множество мотивов трансвестизма, так называемого драга, когда женщина переодевается в мужчину. В 99-м году Кэйди Лэнг заняла 33-ю строчку в рейтинге канала VH1 «100 величайших женщин рок-н-ролла», а в 2002-м попала в список величайших женщин кантри-музыки. К слову, кроме нее всего семь вокалисток попали в оба списка. В 2003-м году она завоевала свою четвертую Грэмми, на этот раз как обладательница лучшего традиционного поп-альбома за дуэт с Тони Беннетом «A Wonderful World». В этом же году певица издает альбом-каверов «Hymns of the 49th Parallel», который содержал песни канадских англоговорящих исполнителей, в том числе Леонардо Коэна и Нила Янга. Пластинка получила платиновый статус в Канаде и стала дважды платиновой в Австралии. Последующие годы Лэнг записала песню для диснеевского мультфильма «Hum on the Range», исполнила хит «Constant Craving» на церемонии открытия Out Games в Канаде, а также поучаствовала на правах приглашенной исполнительницы в записи альбомов ряда известных исполнителей. Последний альбом певицы датируется 2008 годом. Это был первый диск с новым оригинальным материалом с 2000 года. Но кроме певческой карьеры, Лэнг также известна и своими актерскими работами. В частности, она сыграла в драме 1991 года «Selmon Berries» и приняла участие в съемках картины 1999 года «I of the Behold» с Эвеном Макгрегором. Кроме того, она была приглашена принять участие в съемках ситкомов «The Larry Sanders Show», «Drama and Greg» и в одном из известнейших эпизодов в стиле сериала «Элен». Она также стала гостью эпизода «The Jim Hansen Hour», а в 2008 году приняла участие в живом шоу Рова Макмануса «Ров». В июне 2008 года Лэнг получила собственную звезду в канадском зале славы. Свою ориентацию Лэнг открыто признала в 1992 году в журнале «The Advocate», из-за чего ей пришлось чуть позже отказаться от своего ковбойского образа, так как многие радиостанцы и слушатели отрицательно отнеслись к лесбиянке в ковбойской шляпе. На протяжении всей своей карьеры певица активно боролась за права геев и лесбиянок, в том числе прибегая к использованию андрогинного образа во многих фотосессиях. В частности, в 1993 году она появилась на обложке «Vanity Fair», на которой артистка сидела в кресле парикмахера, в то время как модель Синди Кроуфорд брила ее лицо опасной бритвой. У Кэйди Лэнг есть свое мнение о так называемых временных лесбиянках-женщинах, которые живут с другими женщинами, создают себе рекламу, а потом благополучно выходят замуж. Она называет их «хэсбианс». Иными словами, речь идет о «бывших лесбиянках». Сама она утверждает, что сексуальная ориентация не должна быть инструментом рекламы. Она согласна с тем, что гомосексуалам стало жить намного проще, и людям теперь гораздо комфортнее чувствовать себя теми, кем они являются, чем раньше. Долгое время артистка встречалась с известной актрисой Ильейшей Хелли, о которой, кстати, посвящен самой известной ее альбом. Однако на данный момент постоянной спутницы жизни у Лэнг нет. Сама она объясняет это тем, что еще не нашла подходящего человека. Кроме того, Лэнг является убежденной вегетарианкой и защитницей животных в рамках организации PETA.